Поймут эту рубрику не все, да мы смеялись, откуда графы? А тут в таком количестве новые, просто столько разных моделей. Женя, между прочим, в узких кругах называют Женя граф. Очень многие катались в графах, это было серьезно, прямо верхушка, самый топ. То есть те графы, которые продаются в этом сетевом федеральном магазине с лыжами, палатками и прочей ерундой, это не тот граф, не ведитесь на развод. Поскольку людей возрастных приходит, все знают, что граф равно качество. Спортсмены, всем здрасте! Поймут эту рубрику не все, так как и молодежь нас смотрит, но кому 35-40 плюс, поймут точно. Очень часто вы писали в комментариях, ребята, нет у вас случайно коньков в граф, может быть они у вас появятся, расскажите, покажите. И тут нам на реализацию принесли порядка, наверное, 20 пар коньков. Я даже себе приметил одну модельку, размер 10,5, но они почти на меня сели, то есть они, получается, маломерят. И пока я ждал-ждал-ждал, естественно, пришел немолодой человек и их благополучно забрал. Поэтому тестировать я, к сожалению, не могу. Размеров моих нету. Мне тоже ничего не село. Либо маловато, либо слишком большие. Кто в теме, тот поймет. И хочется услышать обратную связь, кто в этих коньках катался или до сих пор катается, и что-то о них знает. Коньки граф, разные модельки Supra. Разного уровня, совсем разные. 709, еще со старым стаканом, несменным лезвием. То есть тут ни курка, ничего такого нету, но тук. Ну они туковские, да. Черные. Раньше было черное вообще очень круто. Сколько лет к нам приходили люди, мы спрашивали, а графов нет случайно? Мы смеялись, да откуда вообще? Да мы смеялись, да. А тут в таком количестве новые, просто столько разных моделей. Такие шикарные коньки. Очень жалко, что не было вот интересных размеров. Моделька 505. Похвастаться можем одиннадцатым размером. Это еще сколько ушло уже пар? 705. Так мы больше показали. Ну вот да, у нас ушло там порядка десяти пар тоже подошли. G5 ушли взрослые, большие, классные кони. Я лично в них не катался, поэтому и обидно, что мы не можем ничего сказать. Только вот покрутить в руках, да. Но вот обратите внимание на стакан. Какой у них необычный стакан. Не все такие видели. Это вот именно графовский. Кобра называется. Вот так вот кобра. Женя, между прочим, в узких кругах называют Женя граф. Поэтому Жека больше информации знает. Я могу лишь похвастаться. Мне было, наверное, лет 9 и до лет 13 точно. Я, мой любимый игрок был после Павла Буре. Естественно, Яромир Яг. Питтсбург Пингвинс. Я за ним наблюдал. И он как раз таки катался в графах. Я сейчас не буду врать, какая модель. Ну вот что-то подобие такого. То есть они были у нее черные, черный стакан. Это было что-то вверх. Очень многие катались в графах. Это было серьезно. Это было, как сказать, прям верхушка. Самый топ графа Хеспеллера. Да, если мы берем там краги и так далее, всякие такие. То есть ведущие хоккеисты того времени, звезды самые высочайшие, самые яркие, катались в том числе в графах. Поэтому это было абсолютно нормально. Но у меня в команде, вот я играл с ребятами, у меня у друга, у Утеса, ему привет в Эстонию. У него, кстати, были графы. Но он защитник, широкая лапа. И, кстати, графы, они на самом деле под широкую ногу. У узкой ноге здесь, мое мнение, делать нечего. Они довольно-таки широкие. Вот. И у Утеса были графы. Он довольно-таки много в них откатал. И в то время с ними вообще ничего не происходило. Единственное, что, и то здесь уже пластмассовый насыпь, были еще, ну таких у нас нету, из, как это материал называется? Ну, когда он, короче, из ниток весь... Ну, просто сверху тряпка. И боксидкой, короче, замазали. Вот что было. А, ну это делалось, когда они кололись. По модельке я не скажу, но вот такое было. Дайте обязательно обратную связь. Расскажите на свой опыт, кто катался, кто мечтал, у кого были, у кого не были. А, по сути, вот с технической точки зрения, а сказать-то о них особо нечего. Ну, я что в руках держу, вот они тяжелые. Вот возьми. Они тяжелые. Ну, эти не тяжелые. Приличные. Суть в чем? Суть пятки. Посмотрите, какая у них пятка. Да. Тоже, да? Это в то время вот так делали. Подожди, сейчас графы делают? Делают в Швейцарии. Есть. Что-то, что-то делают. Не знаю, в Швейцарии или не в Швейцарии. Как-то я находил сайт, там что-то у них продается. В хоккее, конечно, они отстали уже навсегда. Они догонят лидирующих производителей. В фигурном катании они до сих пор котируются. То есть, они выпускают профессиональные коньки. Это есть. Поэтому сам бренд жив. То, что продается, многие наверняка видели в магазине спорт, не будем говорить, где карты бонусные, там золотые, серебряные, там и так далее. Вот эта сетка, где из китайского подвала сразу все. Не путайте. Там графы не те. То есть, те графы, которые продаются в этом сетевом федеральном магазине с лыжами, палатками и прочей ерундой, это не тот граф. То есть, не ведитесь на развод. Почему нечего особо сказать по технической стороне графов? Потому что это не требовалось. Все прекрасно знали и знают до сих пор, и сколько людей возрастных приходит. Все знают, что граф равно качество. Не было маркетинга, не нужно было что-то рассказывать про этих коньки по технологиям, материалам и так далее. Вот эти ерунды, которые сейчас пичкают голову подросткам, новичкам, любителям разного возраста, все знали, что хороший конек, он послужит. Это надежно. Это все знали, и это видно до сих пор. По креплениям стакана, по лезвиям, по ботинку, по материалам, даже по внутренней отделке. Не одноразовые тряпочки, там носовые платочки приклеены, а там кожзам или кожа. Это видно даже не хоккеисту, что это все серьезно. Вот такие маленькие, 10 размер. В машину повесено стекло. В большую машину, в фуровую дальнобойку. Был бы такой гель, намазал и заберем. Гели Тавгай сделаны своими для своих. То есть граф, это граф, ну что говорить, то что рассказать про Коха, например. А что это такое? Ну все знают. Ладно, это уже история. Я все это к чему? Пришло порядка 25 моделей, разные размеры. Модели поменьше, пар. Да. Получилась сегодня, знаете, как такая небольшая рекламка, может быть, кому-то пригодится. Просто захотелось поделиться этой информацией, что вот мы стали счастливыми обладателями такого количества. Неожиданно, и вот поделились с вами, так как я говорю, очень много раз писали. Поэтому, если кому-то интересно, на нашем сайте хоккейка.про все это есть, все ценники, размеры, смотрите. Пусть не скажут сейчас, что галимая реклама, сайт пиарят. Говорите сколько угодно. Просто хотелось сказать, что, блин, ну ребята, новые графы в таком количестве, ну это же охренеть. И вчера заходил немолодой мужчина, приличного возраста. 75 лет от роду примерно. Наш подписчик. Как оказалось. Очень было приятно, что в таком возрасте нас смотрят. Если он сейчас смотрит, ему огромный привет. Вчера мы ему формовали коньки, графы. Модель? Не помню, он принес свои, я как-то не успел. Да. Ну, суть чем? Он искал именно их, нашел в одном источнике. Именно их, да, с города... С Москвы, по-моему? Из Москвы. Из Москвы заказал именно их. То есть, они мало бэушные, но состояние в идеале. Но вот он искал именно их. Потому что мужчина тех лет, он об этом помнит. Ему вот современное никак ничего не надо. И таких очень много людей. На самом деле, да. Поэтому, я не знаю, сколько нам поставят лайков, сколько напишут комментариев, но вот так вот, такой получился выпуск. Вернуться в то время назад. Пользуясь случаем, передаю привет в Германию нашим подписчикам. Александр. Еще там ребята у него в команде. Значит, Александр заказывал, наверное, года пол назад клюшку Bauer Nexus DV. Леворукий он. Еле-еле она туда дошла. Очень долго, через Эстонию потом дальнобоями. Короче, он ее по итогу получил. И я ему сказал, Саша, обратную связь дай их, пожалуйста. И они записали вот короткие ролики. Немножко смонтируем, это вставим. Вот. Ребят, вам большой привет с Россией. Играю в хоккей. Хоккей для всех. Ну что, Эдгар, твоя клюшка ADV. Ну вот, как бы, я тоже пострелял этой клюшкой. Легкая очень. Лежит, в принципе, очень хорошо в руке. Ну, как бы, непривычно, с одной стороны, то, что привык к тяжелой клюшке. И, на самом деле, могу только посоветовать. Классная клюшка, только привыкнуть и все вперед. В руке вообще отлично будет. Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине Хоккейка.